Снег Сегодня я взял камеру, вторые сутки еще раз коллапса, я взял камеру и вышел. Я прошел по городу 7 с лишним километров. Ну, давайте округлим, скажем, 7. Что я увидел? Увидел, к сожалению, то, что на вторые сутки, ну вот, я вам в ускоренном показываю, это перекресток Петлюры, Леся Гончара. Вот сама улица Петлюры, мне вчера убеждали, кстати, что она идеально вылизана. Не увидел я сегодня вылизанности, где она. Вот тротуар, видите, тротуары вообще никто не коснулся. Я вот ряд перекрестков снимал, это жесть, это то, что происходит, к ним как будто никто и не касался. А нужно ли было к ним касаться, ну, под большим вопросом. Вот Шевченко, Петлюры, перекресток, то же самое. И что самое обидное, под слоем снега опять тротуар, под слоем снега лед. Если его сейчас даже почистить, снег этот, там будет лед. Вот опять тротуары, и причем тротуары не возле частного сектора, я вам показываю. Вот это Пушкина, Петлюры, перекресток. Вот это возле школы. Кстати, Александр Шамота грозил, что с утра в школы будет все почищено. Я видел учащихся школ, которые чистят снег. Вот это для коммунальщиков. Это у Пушкина все. Вот видите, это Пушкина-Синная, перекресток. И опять тротуар, не частный сектор. Это вот Дмитра Коряка, Пушкина, перекресток, то же самое. Ну, жестокая ситуация, вы сами видите. Да, Октябрьская почищена. Вопросов нет, хотя вот тоже на развилках плохо. А вот это наши пресловутые подземные переходы. Ошеломляющие деньги, потраченные на крышу. Но это ничего не дало. Все равно, посмотрите, что происходит. Это остановка возле Котлеровского. Жесть. Съемку я производил уже где-то, ну вот, возле горы Столкома, кстати, дорога. Видите, она прокатана. Она не чищена. Она просто прокатана. Съемку проводил с 9 до 10 утра. Вот где-то в этом промежутке, когда уже вроде бы и рабочий день начался, и все равно. Вот вам та же самая ситуация и дальше по Европейской улице. Тоже жест, тоже нельзя сказать, что город почищен. Это рабочий день, это нормальное время рабочее. На остановках, вы сами видите, вот тоже, это остановка Шевченко. Ну и вот еще опять подземный переход. Вот я время акцентировал. Вот смотрите, что происходит. Под дорогущей крышей что происходит. Я вам скажу честно, ну и в районе центрального рынка сама улица Шевченко, ребята, ну разве так можно рассказывать о том, что город почищен? Посмотрите, это не почищен город, это просто жест. Я не знаю, что происходит в других местах. Ну, то, что я вам сегодня увидел на расстоянии с 7 километров, я прошелся. Я вам ускоренно показываю. Я привык работать в видеоформате. Почему? Потому что вчера слов красивых я слышал очень много. И те люди, которые возмущались плохо почищенными дорогами, попадали под перекрестный огонь Шамота. Те, кто уважают и любят Александра Шамоту. Те, кто приветствуют его действия. Ну, его действия. Где они? Реально, второй день. Я первый день не снимал по одной простой причине. Я отлично знаю, что в таких условиях первые сутки самые тяжелые. Вопросов нету. Поэтому я вчера, в принципе, так или иначе, ну, старался молчать или не снимал и не показывал ничего. Ну, и в довершении моего короткого репортажа вот еще я вам хочу показать. Это дорожка, тропинка от первой горбольницы к роддому. Попасть туда, если женщина беременна или какие-то у нее необходимость попасть в эту больницу, пешком она не сможет. Почему? Потому что я здоровый мужчина. Я вам скажу честно, мне было очень тяжело пройти по вот этой дорожке. И вот впереди, видите, женщина идет. Она останавливалась несколько раз. Достаточно сложно. И заметьте, слева дорога, это одно название, что она почищена. Это не почистка. Машины тоже там проблемно проезжают. Ну, вот видите сами, что происходит. Ну, неужели нельзя как-то решить этот вопрос? Ну, я не знаю. Не я должен предлагать. Есть люди, которые занимаются этими вопросами. И, кстати, еще одно. На территории роддома я не стал снимать с этических соображений. Похоже, весь коллектив медработников роддома был на улице в виде субботника. Они чистили снег территорию самого роддома. А правильно ли это, когда медработник в свое рабочее время выходит, чистит снег, а не занимается нашим будущим? В роддоме наше будущее появляется. Каждую неделю Александр Шамота нам рассказывает, сколько детей у нас родилось. Как это прекрасно, как это хорошо. Но что было сделано для того, чтобы медработники нормально принимали роды, нормально обслуживали наших рожениц и женщин вообще? Ну, как выясняется, ничего толком было не сделано. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. С большим приветом сторонникам сентября, как я их называю, сентябрьского переворота. Рассказывайте дальше о том, как у нас все прекрасно в городе. А полтовчане видят на самом деле, как все не здорово. Одна болтовня, сплошной пиар. Всем хорошего настроения.